Привет, Библия! Тема «Соломон молится в храме» Текст 3 Царств 8 глава 22 по 25 стих После завершения строительства храма, Соломон созвал всех руководителей Израиля перед храмом. Соломон хотел, чтобы израильтяне собрались вместе во имя Господа и в Божьем храме, а не во имя своих семей или колен, Саула или Давида. Когда люди собрались перед храмом, Соломон просер руки к небу и помолился. Небеса и небеса небес не могут вместить тебя, тем более этот дом мною построенный, но твое имя будет там. Господь услышь всякую молитву, с которой раб твой сюда обратится. Соломон продолжал молиться. Когда израильский народ будет разбит врагом в сражении за то, что согрешил пред тобою, и когда небеса затворятся, и не будет дождя за непослушание, и когда случится в стране голод, и враг осадит город, даже если язычник придет в этот храм и будет молиться, если там в стране врагов, которые взяли израильский народ в плен, они обратятся к тебе всем сердцем, тогда услышь нашу молитву. Соломон считал храм местом, где Бог встречается со своими детьми и молился, чтобы Бог обязательно услышал, когда его дети обращаются к нему с молитвой. Сначала Соломон простер руки к небу и помолился, но по мере того, как его молитва становилась все более и более серьезной, он, стоя на коленях, продолжал молитву. После молитвы он благословил израильтян и сказал им соблюдать заповеди и слова, данные им Богом. Далее, люди, которые были с Соломоном, принесли в жертву Богу много быков и баранов на переднем дворе храма. После жертвоприношения Соломон наслаждался праздником, делясь едой в течение 14 дней со всем народом Израилем. Когда закончился праздник, народ благословили царя и разошелся по домам. Это был момент полной радости во всем Израиле из-за храма Божьего. После того, как Соломон завершил строение храма Господня и дома царского, Бог явился Соломону опять. Бог хотел, чтобы Соломон настолько же более слушался Божьего Слова, насколько храм был драгоценен, и он сказал, что всегда будет обращены к нему очи Бога и сердце его, как Соломон молился. Но Бог предупредил, что если Соломон и его дети не будут подчиняться слову и служить другим богам, то он отвернется даже от святого храма, и все народы будут глумиться над Израилем и поносить его. Дорогие дети, подобно тому, как взгляд и сердце Бога всегда были в храме, построенном Соломоном, теперь взгляд и сердце Бога находятся в нашей церкви, если мы живем согласно Божьему Слову и Божьей воле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова